Наш спонсор задал вопрос. Максим, было ли у вас такое, что случайные люди пророчили вам то, кем вы стали сейчас? И вы об этом не думали раньше. Можно ли предсказывать будущее? Можно. Можно. И я сам этим занимаюсь. Я предсказал кое-что уже. Вот был случай такой. Девушка. Ну, я вот ни с того ни с сего ей сказал. Ты знаешь, ты будешь жить в Германии. Через два года я узнаю, что она уехала в Германию, вышла там замуж и живет, и радуется жизни в Германии. Вот откуда это берется? Интуиция. Что это? То есть мы можем какую-то считывать информацию и что-то предвидеть. Вот говорят, что будущее закладывается сейчас уже, да. То есть, в принципе, это очень оптимистично на самом деле. Потому что если то, чем вы занимаетесь сейчас, допустим, с любовью, с погружением, с энтузиазмом, с вдохновением, это обязательно станет вашим будущим, вашим делом в вашей жизни. Пожалуйста. То есть можно предсказывать? Можно. Вообще, насчет предсказаний, ведь мы можем предсказать восход солнца, да. И так далее. Мы можем какие-то явления природы предсказывать. И многое мы научились предсказывать уже. Человек, который видит причинно-следственные связи, знает их. Причинно-следственные связи. Он видит причину и может предсказать следствие. Того, что произойдет. У науки есть одна из функций науки. Какая? Прогностическая. Прогностическая. Короче говоря. Но мы сейчас говорим о других вещах. Хотя, почему мы о других? Мы о тех же самых говорим. Кто-то мне мог... Да, конечно. Если я учился, допустим. Вот я учился в аспирантуре, на кафедре философии. Ну что это? Что это? Философия. Ну так, если я занимаюсь философией, значит, скорее всего я буду философствовать, да. Можно это предсказать. Мне это и предсказали. Предсказали мне еще интересную вещь, что я получу Нобелевскую премию. Посмотрим. Посмотрим. По крайней мере, я работаю со словом. Мне это интересно. Я говорил вот о своих предсказаниях. Потом то, что другим предсказывали. Понимаете, здесь еще такая вещь есть у предсказания, очень интересная. Ведь есть же такой феномен, как избирательность восприятия. Раз. То есть, мы можем увидеть то, что мы захотим, на самом деле. И в других мы это видим. И мы это увидим. Все, что мы захотим. Второе. Есть такой феномен, как самосбывающееся пророчество. Пророчество. Тоже. Вы настроитесь на что-то, и это произойдет. А третье. Есть ведь сила мысли. Это тоже случится с вами. Феномен, допустим, любопытный картин, например. Когда люди рисуют картину, какую-то мечту свою вкладывают в нее. Допустим, встретить человека какого-то. они рисуют. И они встречают человека, похожего на того, кого они нарисовали. Я сам с этим столкнулся. Я... Понимаете, вы можете нарисовать свое будущее. И оно будет таким, каким вы захотите его видеть. Вот сила желания, сила намерения. Ведь есть еще сила намерения. Потом, мы действительно можем программировать людей. Я сказал, допустим, что вот этой девушке ты будешь жить в Германии. И вполне возможно, что благодаря моему слову был запущен определенный механизм. И Вселенная его услышала. То есть, она это восприняла как свою идею. и Вселенная услышала ее и столкнула ее с человеком. Вот обстоятельства так, видимо, у нее было такое желание. Обстоятельства так сложились, что это желание осуществилось. Поэтому будьте внимательны очень к тому, что вы слышите и к тому, что говорят и кем вы себя окружаете. это очень серьезно все. Потому что это определяет ваше будущее, вашу судьбу. И поэтому будущее поливариантно. Вот нет, понимаете, нет, конечно, можно сказать, что есть детерминизм, да, можно сказать, да, причина-следственная связь есть. Но вы можете поменять эти причины, вы можете измениться. И вот эта великая сила изменения, трансформации, то, что я переживаю постоянно, инсайдер. Я вот предыдущие ролики, там, предыдущий ролик я так озаглавил, что у каждого есть своя задача, стоящая миллион. то есть, вы хозяева своей судьбы, как бы вы не отнекивались от этого, как бы вы не снимали себя ответственностью, если вы снимаете себя ответственность за свою жизнь, значит, что, ваша жизнь какая будет? Безответственная, да, но все равно вы проживете жизнь такую, какой вы ее сами и делаете. На самом деле все зависит от нас. Все. Вот это великая сила намерения, пока мы это не осознаем, наша жизнь не поменяется. Поэтому взять на себя ответственность за свою жизнь. Это самое трудное оказывается. Это и самое приятное. Но любая задача, любое усилие я бы так сказал, что все, что действительно стоит дорого, все это требует усилий. То есть, если вы хотите прекрасное будущее иметь, надо сейчас прикладывать усилия большие. Прежде всего, взять на себя ответственность. за себя. Расширить свое сознание это сложно расширять свое сознание. Сложный процесс. Самая главная тюрьма это ментальная тюрьма. Мы все находимся в ментальной тюрьме. Мы ограничены. Страшно ограничены люди. Страшно просто. предсказуемо. Ограничены. Поэтому мы можем предсказать. Этот человек ну что он ничего. А можем увидеть и сказать вот это будет звезда мировая. я вижу допустим вчера я разговаривал с человеком. Ну это бренд. Уже оформившийся человек. Ну чего не хватает? Уверенности в себе. силы желания не хватает. Мешает вот этот паноптикум чувств. Психологические проблемы. Все. Ничего не добьется. Ничего. Имея огромнейший потенциал. И наоборот. Решив психологические проблемы свои. Став уверенным в себе человеком. Избавившись от сомнений. Станет мировой звездой. Мировой уровень. Прославится и богатым будет. Поэтому это я вижу. Это я могу сказать. Есть люди недоразвитые. Там еще расти и расти. Но вот понимаете вот это можно предвидеть можно предсказать. И мне предсказывали тоже прекрасное будущее. И я я вижу и самое главное что я его предсказываю себе. И все мои желания сбываются. Вот что такое сила желания. я я этого не осознавал раньше. Потом когда я оглянулся я подумал боже мой джуманжи это игра такая фильм игра. Об этом есть ролик. А посмотрите, да это же все я. Все это я придумал. Просто Вселенная, она меня услышала, она меня слышит постоянно. Я с ней в контакте нахожусь. Поэтому у меня доверие полное. Себе, во-первых, и Вселенной. Я себе доверяю. Это самое удивительное и самое прекрасное, что только может быть это доверять себе. Мы ведь не доверяем. Почему мы не доверяем себе? Это проблема оценочной зависимости. Мы зависим от других. Поэтому мы не доверяем себе. Вот оценочная зависимость, да, это кто ею страдает? Тот, кто хочет быть использованным. Тот, кто хочет быть рабом. Тот, кто хочет быть придатком. Тот, кто хочет быть... Тот, кто не хочет прожить свою жизнь. Тот, кто не хочет взять на себя ответственность. Тот, кто не хочет принять себя и не может себя принять. Тот, кто не осознал истинной ценности, подлинной ценности, духовной ценности, ценности собственного я. Тот, кто не знает, что у него есть он. Тот, кто лишен ресурса. когда я осознал что у меня есть я и где подлинные ресурсы а это не у меня сразу появились все у меня сразу все появилось и мой ресурс он огромнейший просто и сейчас уже подсознание на меня работы она и раньше работала на меня я этого не осознавал но какие это были программы были другие программы немножко сейчас они поменялись и подсознание на меня работает и теперь вот это позитивное мышление я уже рассказывал я сам поразился и восхитился этим с чем я столкнулся допустим но вот раньше да как бы я отреагировал на идиотов праведным гневом праведным возмущением теперь как я как я реагирую на идиотов никак это пустое место можете себе представить эту великую трансформацию сквозь прохожу пустота пустое место поэтому идиотов не существует идиоты вредят себе прежде всего и это их эмиссия самоуничтожением заниматься так же как и клетки вот те клетки которые что не негативные да которые не 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 участвуют в развитии организма развитие вот самое главное слово наше с вами слово главное это развитие те клетки которые не участвуют в развитии организма они что они отмирают апоптос происходит да то есть они что самоуничтожаются мы это и видим идиоты самоуничтожаются разбиваются на машинах в войнах погибают вот в этих локальных да и так далее так далее убивают друг друга так и должно быть так и задумано и наша задача не мешать в этом не мешать поэтому не надо спасать никого еще раз говорю да пока человек не пришел к вам не обратился к источнику света я только тогда когда меня просят о помощи я ее оказываю мне пишут звонят пожалуйста мы начинаем работу и так любой психолог любой психотерапевт если не надо ну что ж если нет души самоуничтожаетесь вот что удивительно поэтому можно предсказать будущее и если сейчас вы мыслите позитивно вы заняты любимым делом вы живете вы любите себя можно предсказать что у вас все будет хорошо ваше будущее прекрасно вы всего добьетесь великие трансформации происходят вот павла каэлью например да я рассказывал что мне дали возможность би-би-си мне дала возможность задать вопрос павла каэлью вот и вот с чего он но он был в вообще-то с чего все начиналось у него с с протеста очень тяжелая судьба была чуть не погиб в этой тюрьме был политзаключенным просто пел песенки своей до режиму не понравилось ничего хорошего он не извлек из тюремного опыта рассказал отвечая на мой вопрос и посмотрите теперь его книги какие-то книги о чем это книги во первых он нашел язык популярный очень-то из язык метафор вот и о чем эти книги о любви о трансформациях о духовности о душе о я собственном да о любви к себе потрясающе потрясающе и он сам трансформировался стал одним из вообще всемирно известный писатель раз да потом богатый человек 2 и третье но свет уже свет несет мир один из духовных лидеров человечества пожалуйста вот вам процесс трансформации и это может любой мать каждый из нас возможности безграничны мы себя ограничили вот сколько государств созданного новых было мало очень мало за две тысячи лет ну какие государства ну ну что ну мало их было создано за две тысячи лет значит есть куда расти есть эти куда трансформироваться что все книги написаны нет все сказано нет тут наша зрительница одна написала замечательную вещь я воспитала сына с которым есть о чем поговорить навязывая книги и место где я живу это работает пройдет много времени он скажет слова которые ни от кого не услышишь прекрасно прекрасно вот эта вера вот так надо верить в своего ребенка верьте мамочки и папочки верьте в своих детей безгранично любите их не залюбливайте да не не вот я не сейчас не а сверх опеки говорю да не опекаете сильно а любите будьте поддерживающей святое самое главное это поддерживающая среда а мы ее лишены мы ее лишены этой поддерживающей среды поэтому люди невротики и ничего не добиваются неуверенные в себе а если бы мы были подтяживающей святой боже да начались бы такие преобразования мы лишены опоры точки опоры поэтому что здесь может спасти опять же только психология психотерапия посмотрите наши ролики вот о точках опоры в разных ситуациях и только жизнь дает эти возможности так что так что выбираем жизнь выбираем жизнь жить очень интересно очень расширяет свое сознание вот я рассказывал про одного польского профессора с которым я знаком он специалист по буддийской философии вот он знают эти языки юго-восточной азии и участвует в проектах интересных очень интересный человек глубочайший просто очень глубокий вот какой интересный мир как с ним интересно говорить мать вот что значит жить интересной жизнью жизнь она интересна если вы открыты для нее если вы развиваетесь вот ключевое слово еще раз повторюсь это развитие все что способствует нашему поэтому учиться всю жизнь познавать быть открытыми новый опыт что это понимаете весь мир весь мир это наш дом мы в нем хозяева в этом мире мы приходим в этот мир мы в нем как птицы да это не перелетают они там живут в одной широте в другой они осваивают весь этот мир мы зациклены на своем государстве это самая худшая форма ограниченности а ограниченной что это вот что это что патриотизм 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 вот самые ограниченные люди патриоты своей страны не патриоты мира страны вот это форма усечения я бы сказал сознания нашего да то же самое мы люди весь мир наш поэтому путешествовать познать этот мир путешествовать для этого надо я был в 30 странах не так много но тем не менее я извлек то что мог продолжаю извлекать читая книги общаясь с представителями разных культур ну вот ну и плюс вы знаете вот те впечатления которые я получил ведь они же где-то отложились и в подсознание и они 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 прорастают там это же все семена тоже они прорастают вот эти духовные семена да культурные они прорастают они подсознание удивительным образом как-то работает на нас на на нашу но вселенскость я бы сказал так даже поэтому важно путешествовать видеть мир объять его изучать языки конечно да читать развиваться нам очень много дано и древние цивилизации все и и наша собственная вселенная понимаете но это безграничность вот я ощущаю эту безграничность я я понимаю что есть куда расти и этот рост он бесконечный мы осваиваем осваиваем внешний мир внутренний тонкие миры и так далее и так далее вот и можем многое создать и нужно создавать между прочим так спасибо вам за внимание прекрасно что вы с нами что у нас формируется наше сообщество сообщество спонсоров это важно тоже единомышленников чем больше будет трансформированных людей преобразованных измененных с расширенным сознанием тем лучше будет для всех нас мы выиграем тогда это будет будущее другим трансформированным и открытым очень интересным я я верю в том что мы можем создать многое и государство можем свое создать и общество другое и эстетику свою и так далее и так далее можем каждый может стать известным и богатым и достичь любых своих целей воплотить в жизни все свои желания и мечты все в ваших силах вот вселенная слышит и мы кругом поддерживающая среда кругом любовь если есть это в нас значит есть это и вокруг нас то что есть у нас есть и вокруг нас то чего в нас нет нет и вокруг запомните это правило а вот и задавайте ваши вопросы пишите комментируйте что касается некоторых частных вопросов о которых вы пишете то здесь лучше всего индивидуальные консультации вот обращайтесь в в разделе о канале есть контактные данные напишите на имейл или через фейсбук как хотите да и мы проведем индивидуальную консультацию вот платином радует платином плеер радует прекрасно очень очень приятно читать такие комментарии у человека изменилась жизнь трансформировалась поверил в себя полюбил себя и масса открытий прекрасно чудесно открывайте себя вы есть вселенная вы есть мир огромнейший центр мироздания все сокровища в нас и они огромные они безграничны мы 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 олигархи мы очень богаты очень богаты олигархи